19 августа в Москве проходят несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, Государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций. После событий 1991 года прошло почти три десятилетия. Вот насколько оправдались ожидания тех республик, что были таранами и заводилами развала СССР, выяснял журналист комсомольской правды Александр Гришин. Он сейчас с нами в студии. Александр Павлович, приветствую вас. Здравствуйте. Да, скажите, о чем мечталось вот тогда республикам Советского Союза, ради чего все затевалось? Вообще тогда шла мощнейшая пропагандистская кампания во всех республиках, в РСФСР, в том числе, не исключение. Это делали так называемые демократические силы, которые говорили в каждой республике, что именно это исключительное население кормит всех остальных бездельников, значит, в СССР. Да, и вот стоит только освободиться, отделиться, все молочные реки, кисельные берега. Да, будем жить. Не то, что как Европе. Европа с Америкой будут завидовать, приходить, учиться там. Я не знаю, мы будем поплевывать, их в украинском варианте помывать. Вот. Ну, в результате, на самом деле, получилось все с точностью до наоборот. Причем практически по всем направлениям. Но так ли это? Вот смотрите, есть же те, кто говорят, вот смотрите, у них там и евро есть, и безвиз есть, и зарплаты какие, и пенсии какие. Нам бы так. Нам бы так, что называется. Ну, во-первых, значит, зарплата средняя в 900 евро – это до налогообложения. Это раз, да. Налоги там существенно выше, чем у нас. Они там уже где-то приближаются к европейской вот этой шкале налогообложения. Это раз, да. В той же самой Литве примерно 20% жителей, они живут ниже черты бедности, потому что у них доход менее 300 евро в месяц, да. Соответственно, коммуналка у них там совершенно другая. Бензин, транспорт и прочее, 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 пятое и десятое. Вот. Спасает их то, что относительно дешевые продукты некоторые, даже, может быть, дешевле, чем у нас, да. И спасает их на данный момент то, что им идет гигантская финансовая помощь со стороны Евросоюза. По сравнению с Польшей, конечно, не гигантская, да. Но с учетом того, что огромное количество трудоспособного населения выехало на заработки благодаря, без визы, благодаря тому, что те же самые страны Прибалтики стали членами Евросоюза, да. И вот эти выехавшие гастарбайтеры или зарабичане, если украинцев говорить, да, которые устроились в Польше, Германии, Италии, Лондоне, значит, Великобритании, да. В других столицах иных государств и присылают туда свои зарплаты для того, чтобы поддерживать своих, а, стареющих родственников и, б, так сказать, молодежь, которая учится, да. И которые, на самом деле, тоже уже не видят своего будущего в этих странах. У них один посыл – это уезжать. Я вот говорил, кстати говоря, недавно с Ростиславом Ищенко, умнейший эксперт из Украины, да, когда я ему сказал, мол, ведь, Ростислав, ведь если они присылают сюда деньги, да, и здесь жизнь дешевле, то зачем тогда уезжать молодежи, ведь тогда получается, что они тратят здесь меньше, зарабатывают там больше, да. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? А вот здесь, если оставаться, он говорил про Украину, но это относится и ко всем этим, и к Прибалтике, и к Грузии, да, вот. Здесь, если оставаться, то лучшее, что ждет детей, это повторить путь родителей опять в эти зарабичане, опять в эти гастарбайтеры, вот. Поэтому они пытаются сейчас и будут продолжать дальше пытаться вытащить всех, кого могут туда, особенно своих детей, чтобы, получив там гражданство, в первую очередь дети стали полноценными гражданами вот этой страны-члены Евросоюза и имели и социальные гарантии, и льготы, и так далее, как другие граждане, а не как какие-то легальные или нелегальные гастарбайтеры. Ну вот вы говорите, что они живут в том числе и благодаря помощи Европейского Союза, но ведь эта помощь не безвозмездная, начнем с этого. Нет, нет, там есть программы помощи, есть кредиты, да, это одно, а есть просто программы помощи, которые действительно можно отнести к безвозмездному. Дело в том, что безвозмездная помощь, она с 21 года, она ликвидируется со стороны Евросоюза, все. И у них какая-то часть доходов, безусловно, останется, ну, она сначала сокращается, да, но поскольку, и у них не будет резкого провала жизненного, потому что, понимаете, когда вы делите миллиард на миллион, у вас получается тысяча, да, но когда вы делите миллион на тысячу, да, у вас получается та же тысяча, в принципе. То есть вот часть населения, она умрет, часть уедет, количество потребителей, получателей вот этой финансовой помощи, оно сокращается с каждым годом все меньше и меньше, и потому снижение самого объема помощи, оно не является настолько катастрофическим. Но дело в том, что это путь в никуда, потому что на самом деле сейчас во всех этих странах, которые уходили из Советского Союза, не имея ни цента внешних долгов по соотношению к населению, к ВВП своей страны, у них гигантские долги, то есть люди, которые просто рождаются, они уже на самом деле должны там по несколько тысяч долларов, от трех тысяч долларов, там, да, до, значит, двадцати тысяч, там, я не знаю, и так далее. Вот, но дело в том, что отдавать-то все это некому, понимаете? Отдавать это некому, придется отдавать какими-то производственными активами, страной, территорией, что-то еще, в конце концов. Но, может быть, то, о чем мечталось, все-таки получится? Как вы считаете? Да, они будут жить, как в Европе, когда все туда переедут. Вопрос, что будет тогда на территории Латвии, Эстонии, Литвы и той же самой Украины с Грузией. 19 августа в Москве пройдет несколько акций по случаю годовщины начала августовского путча. Тогда, 28 лет назад, Государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в столицу войска и запретил деятельность некоторых политических и общественных организаций. Почти 30 лет без Советского Союза, и Россия до сих пор не может догнать поздний СССР по экономическим показателям. Почему, расскажет экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Мы говорим о том, что 1988-1988 год для Советского Союза был завершающим годом плановой экономики, но одними из завершающих все рухнуло, и вот аналогичная перестройка. Может быть, она была и логичной в какой-то степени, но сейчас, спустя 30 лет, в 2018 году, мы сравнили показатели 2018 года и 1988, мы по многим показателям уступаем не Советскому Союзу, что было бы логично, потому что больше территория, больше населения, больше предприятия, мы уступаем РСФСР, мы уступаем той же самой России. За 30 лет мы практически никуда не сдвинулись. Назову несколько таких наиболее провальных позиций. Вот, допустим, строительство дорог с твердым покрытием тысячи километров. 38 тысяч было в 1988 году, и только 12 тысяч в 2018 году. Грузовиков производили 690 в 88 при РСФСР и 157 тысяч при нынешней ситуации. Можно сказать, а, кому были нужны эти грузовики? Не скажите. Эти зелки 130, которые прекратили выпускать еще, бог знает когда, до сих пор бегают по периферии, и водители где-то их доводят, где-то модернизируют. Ну, это, знаете, как старая одежка. Вот где-то там заплаточку положил, и все равно ее носишь. Мы, к тому же, экспортировали из страны Африки, Южной Америки вот эти грузовики. Они были востребованы по всему миру. Можно сказать, что мы легковых автомобилей производим больше. По цифрам, да, миллион сто было тогда, миллион шестьсот сейчас. Но, в основном, это отверточная сборка. Все знают, это не секрет. Так что своих автомобилей стало меньше. Это можно, конечно, объяснить вот кризисом 90-х годов, что мы упали в глубокую яму, и сейчас постепенно выбираемся. Слушайте, ну, 30 лет. 30 лет, и мы пришли к точке ноль. То есть мы были в минусе, и сейчас пришли к нулевой точке. А что было при Советском Союзе за 30 лет? Вот сравним 58-й, только вышли из послевоенной разрухи. Холодильник, счастье, пылесос, события. И 88-й, вторая экономика мира. Что прошел Советский Союз за 30 лет, и что прошли мы за 30 лет? Это, конечно, две большие разницы. Есть положительное движение. Я думаю, нужно на вооружение взять подход тех лет. Ну что, вот, допустим, 88-й год, неплохой был рост. Но на 16% продовольствие выросло за пятилетку. И что мы видим на мартовском пленуме 89-го года? Разнос. Медленно растем. 16% за 5 лет, дай бог нам вот так расти. Причина, я соглашусь с некоторыми, в том, что поменялась шкала ценностей. Тогда задача человека на руководящем посту была двинуть вперед экономику, двинуть свое производство. Да, плановое хозяйство, да, заорганизованность и так далее. Но он родил за дело. Сейчас, в общем-то, крайне мало таких, чтобы не сказать, может быть, нет. Нет, ну я думаю, что есть, но все-таки крайне мало. Люди радеют, в общем-то, за прибыль, за личное благосостояние. Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.